Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, дорогие друзья, мы в своем сельхозпроизводстве занимаем всего лишь 4,4% ВВП нашего. Другие вот здесь есть пределы. В мире 10%, в Китае 27%, при этом мы 15%, а Китай 0% за счет Невчанки. Следовательно, сельское хозяйство у нас, оно выдающееся, но еще ему развиваться и развиваться дальше. Но как развиваться, если, например, с 2021 по 2024 год мы имеем отрицательную конъюнктуру сельхозрынки. И это очевидным образом замечают все. Я не поленился, посчитал. Значит, не посчитал, что вообще происходит в экономике сельскохозяйства практически. Выручка в растеневодстве. Посчитал скрупулезно, покажу дальше. Значит, чуть больше 2,8 триллиона рублей. Себестоимость 2,4-2,5. Прибыль 0,35. Пошлина на экспорт почти сопоставима с этой прибыли. Итого, при рентабельности до отъема пошлин, значит, 17,20, как сказал Иван Григорьевич, она остается полтора. К чему это приводит? Вот, смотрите, две самые важнейшие культуры, пшеница и ячмень, являются, ну, убыточными или едва рентабельными. Примерно из 2,8 триллионов треть объема производства сельхозпродукции является непривлекательной для производства сельскохозяйства. Следовательно, к чему это приведет? Это, в первую очередь, приведет к ухудшению качества зерна пшеницы, потому что, действительно, вот мы тут в кулуарах с Александром Вадимовичем говорим, что больше и больше применяют селитр, меньше и меньше НПК. И мы увидим, что хорошего зерна, хорошей пшеницы мы будем собирать меньше. А вот другие последствия. Снижение инвестиционной привлекательности, снижение уровня технологий, то есть удобрения, снижение платежеспособности хозяйств, уже более 30 хозяйств. По моим оценкам, мы занимаем очень большую долю в нашем рынке по средствам защиты растений, значимую долю, больше 15%, почти там 18%. Мы видим, падает платежеспособность. Вот к чему это приводит. Дальше снижение уровня технической вооруженности, потому что становится сложнее покупать новую технику. Поэтому банкротство с многоточиями. Мы видим, идет волна новых банкротств. Теперь конкретно. У нас есть хозяйство в благополучных регионах и в неблагополучных регионах. Вот Приволжский федеральный округ. Там у нас большое хозяйство, несколько хозяйств. Я привел одно. 18 тысяч гектар. Мы там сеем 4 культуры. И мы видим, что мы из этого получаем. На 18 тысячах сразу правый столбик, смотрите, рентабельность по зимой пшенице. При наших технологиях, которым мы не жалеем особо ничего. 80,5% по пшенице, минус 16% по ячменю, соя плюс и подсолнечник плюс. И соя и то, потому что семенная. Если бы товарная, то она в два раза хуже, но все равно была бы рентабельна. Таким образом, на вопрос, куда расти, в этих регионах именно севооборот придет к ситуации, когда он будет выбирать выгодные культуры, нарушая севооборот. Например, подсолнечник в Самарской области, в Саратовской области, в Оренбургской области в долях доходит до 30-35%, тогда, когда ему положено быть на уровне 15%. И вот это так. Это была Приволжская. Теперь центральная черноземная зона. Здесь по-другому. Это тоже наше хозяйство. У нас вообще в обработке больше 230 тысяч гектар. И в том числе есть вот такие, в которых. Значит, озимая пшеница дает рентабельность при урожае 70, почти 7 центнеров в зачетном весе. 50% дает. Но не у всех подряд. Мы обращаем внимание при этом на что? Мы обращаем внимание на то, что у нас, вот обратите внимание, заработная плата 11% пока стоит. Ее надо поднимать. Если мы только... А 11% это при том, что средняя зарплата 45 тысяч рублей. Ее надо. Уже у нас есть в Красноярском крае хозяйство, в котором механизатор меньше, чем за 90 тысяч рублей не работает за штурвалом трактора. Поэтому вот здесь надо поднимать. И мы увидим тогда снижение рентабельности тоже. Значит, то была пшеница, кукуруза. Кукуруза, значит, обращаю ваше внимание, очень дорогая доля семян. 18% потому, что был сплошной импорт. Сейчас, слава богу, перейдем на отечественное под влиянием Министерства сельскохозяйства. И правильно. И мы увидим это облегчение рентабельности. И кукуруза может давать рентабельность в наших условиях 23%. Соя хорошая культура. Значит, в ней, обратите внимание, здесь на производственные затраты 30%. На семена 14%. Дорогая культура, но рентабельная. В ней рентабельность в центральной зоне очень хорошая. Сахарная свекла, это... Ее площадей не так много, но она рентабельная. Рентабельность ее очень высокая. И это только, конечно, для центральной зоны. И, наконец, подсолнечник, который тоже хорошо растет в Черноземье. Здесь рентабельность высокая. И вот прибыли и выручки с гектара. Если вы посмотрите на эту картину, в центральной черноземной зоне надо сеять все культуры. И достигать технологичного результата с применением всех необходимых. Но здесь тоже уже экономят очень сильно. Значит, таким образом, депрессивные по влаге регионы должны выбирать экономику такую коммерческую и севооборот коммерческий. А центральная черноземная зона должна выбирать научно обоснованную то, что мы видим здесь. Но производственные затраты вырасти до 30%. Что туда входит? Содержание машин-тракторного парка, содержание автопарка, амортизация, аренда земли, земельный налог, коммунальные затраты, сушка зерна. Это все выросло в два раза. С тех пор, как у нас техника иностранная ушла из оборота, запчасти примерно в три раза подорожали. И теперь становится важнейшей компонентой затрат. Это производственные затраты, то есть обслуживание и содержание порядки. Топливо обязательно, оно составляет пока 8% в себестоимости, вот здесь вот обратно гляну. Вот, например, в ГСМ 6,9% в случае подсолнечника. Топливо тоже растет, оно когда-то стоило 3%, понимаете? И вот эта вот абуза сейчас для огранников, она чрезвычайно тяжела. Теперь следующие эти напасти, это сумасшедшая активность Россельскохознадзора. Это, посмотрите, какая абуза, она, конечно, нужна, но в таком виде она не работает, как стимул для упорядочения. Сатурн, хорошая идея. Регистрация в Сатурне, завод, производящий средства защиты. Дальше, регистрация в заводе. Солист Добавич, извините, прерыву вас. Если можно, если помните, если память сохранила, сразу называйте суммы, сколько надо заплатить за вход в Сатурн. Там, 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 там. Значит, для того, чтобы вся система работала, мы на своем предприятии, во-первых, мы увеличили на 44 человека, чтобы обслуживали эту систему. С какой зарплатой средней? У нас зарплата 92 тысячи средней зарплаты. Это столько людей? Да, 44 человека мы набрали для того, чтобы несовершенная система Сатурна стала совершенной с участием человеческих рук и, в общем-то, пальчиков, конечно. Ну и вот, последовательно она работает. А чтобы создать именно учетную систему, которая бы фиксировала, для того, чтобы разместить на поточных линиях эти самые фиксирующие и считающие структуры, мы потратили 120 миллионов. Только на 120 миллионов. 120 миллионов для того, чтобы система работала. Чтобы система работала. И еще набрали 44 человека для того, чтобы система все-таки работала. То есть, каждый месяц вы платите зарплату и, видимо, каждый год какую-то абонентную плату. И мы амортизируем абонентную плату, мы платим вот эту систему, так называемую, матрикс-дата. Таким образом, и в самом конце стоят штрафы за несвоевременное внесение в систему этих самых учетных штрафов. Штрафы теперь, законопроект появляется о том, чтобы нарушения в товарной, в этой самой спецификации, в контрафакте. Ну, они были и так в этом капе, там до 100 тысяч. Сейчас до 5 миллионов они собираются. И таким образом, вот наш лозунг, соединяем науку и практику, дорогие друзья, он вынуждает нас преодолевать, вместо того, чтобы, значит, вот радостно двигаться вперед. Спасибо. Солист Добавич, не уходите, пожалуйста. Не уходите, не убирайте микрофон, потому что есть два вопроса. Один вам лично, но имеется в виду как руководителю предприятия. Как вы полагаете, вот эти вот штрафы, они имеют какую-то стимулирующую функцию, или они уже превратились в фискальную функцию? Они имеют карательную функцию и, конечно же, устрашающую для целей, ну, скорее всего, а не фискальную, но в то же время... Чтобы неповадно было, да? Чтобы неповадно было, чтобы знали, кто в доме хозяин. И, да, кто в доме хозяин, понятно. Теперь вопрос вам, двум академикам. Новые банкротства, они ведь немножко сейчас отличаются по количеству и по качеству, новые банкротства. Они не такие, как были они в 90-х годах, например. Вот как вы полагаете, они будут приводить к поглощению предприятий или к обезлюдиванию территории? Значит, это будет одновременно происходить. Поглощение малых и средних хозяйств. Мы не видим, чтобы крупные хозяйства банкротились. Мы видим фермеров, мы видим КФХшников, мы видим ИПшников. И они действительно самый неплатежспособный контингент по нашей абсолютно достоверной оценке. Мы вот, например, за прошлый год не вернули еще примерно 5 миллиардов, значит, из там 40, которых мы реализовали. И это относится к среднему, малому и частному предпринимателю. И, следовательно, это будет приводить, конечно же, к оттоку земельных ресурсов крупным компаниям. Ну, может быть, это и хорошо, вот Иван Григорьевич сказал, что 65% у них находится, ну, будет 66, там, предположим. Это, может быть, будет работать. Но это одновременно приведет к обезлюдению. Почему? Потому что крупные холдинги, они энерговооружены, и много людей не надо. Но нам-то нужно, конечно же, сохранять людей на этих необъятных человеческих просторах. Согласен полностью. Абсолютно. Я бы попросил, извините, я бы попросил тебя как раз по этому вопросу ответить, потому что ты очень хорошо выступил в Институте информатики, и у тебя есть данные интересные по банкротству. Давайте скажи. Ну, Иван Григорьевич, я бы сейчас не злоупотреблял бы... Нет, у меня нет двух минут. Я вам попозже расскажу. Я в конце расскажу, если будет время. Хорошо, спасибо большое. Вопрос о подготовке кадров средних заведений и аграрных университетов. Вот как вы оцениваете? Смотрите, 60 тысяч человек выпускаются. Из них приблизительно 30% попадает в сельхозпредприятия. Через год из этих попавших процентов 15% уходит. Потому что низко. Итого у нас нехватка. Ну, вот по отдельным данным 400 тысяч, хотя каждый год 60 тысяч выпуска. А качество, да, здесь, конечно же, не будем, в общем-то, ругать. Но качество, я вам так скажу. У нас в регионах работает собственных агрономов 120 человек. За последние годы к нам пришел один выпускник, который смог пригодиться по качеству. Вот это вот отвечает. А остальных вы где взяли? Остальных мы брали из хозяйств и доучивали. Доучивание – это громаднейший необходимый процесс. Каждый крупный холдинг, каждое предприятие, которое обрабатывает землю, производит там удобрения или средства защиты, как мы. Они обязаны действительно брать эту обузу на себя. Мы сейчас 16 аудиторий в вузах аграрных создали, где мы проводим обучение. И у нас есть так называемая своя система Бетарен Академия, где мы привлекаем для такого экспресс-обучения молодых людей. Плюс к этому стипендиаты должны быть. И таким образом только можно, в общем-то, по меньшей мере как-то не сохранить. Сбалансировать. Сбалансировать. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот главный вопрос. Вот послезавтра я участвую в форуме аграрного образования в Ставрополе, там с большим участием людей. Значит, я готовился. Мы сами готовим специалиста. И у нас есть кафедра даже в Орловском аграрном университете, совместная с Аграрным университетом. По селекции, кстати, они будут у нас ориентироваться. Я вам скажу, что выпускник шел или в аспирантуру, а потом возвращался, защитив свою кафедру, становясь преподавателем, или он шел. Таких сейчас, если раньше было примерно 5-6%, сейчас меньше 2%. Я, кстати, вот сам я закончил Менделеевский технологический, там уже больше 15 лет член диссертационного совета, бываю на защиту. Если в мои времена, там, в 80-х годах, в неделю проходило 2 защиты, то сейчас в месяц одна. Тоже? Ну вот, пожалуйста. Вот такая же история и в аграрной науке. Может быть, даже и по... Спасибо большое, солист. Спасибо за внимание. Поблагодарим Совет Добайчин. Спасибо. 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 Спасибо.